Всем привет! Накатал я уже даже чуть больше 10 тысяч на Тойоте И естественно пора делать ТО Но есть подвох Начал я смотреть масляные фильтры И оказывается устанавливались В разное время разные фильтры Они может быть взаимозаменяемые И те и другие можно ставить На любую RAV4 Этого поколения Но одно время шли Что ты снял пластиковую вот эту вот обоему Вставил картридж Фильтр Который сделан картриджем Вставил и опять Закрутил А есть обычные Как стандартные фильтры вот эти железные Вот нужно посмотреть Я полагаю что у меня должен быть скорее всего Железный металлический А не картриджем сделанный фильтр Сейчас еду в гараж Шараж гараж Самый лучший Шиномонтаж Короче говоря еду в гараж Чтобы посмотреть Залезть Открутить защиту Или так Если там видно сверху Я посмотрел не видно фильтр Вот буду подлазить Снизу смотреть Или откручивать защиту Ну в общем то надо установить Какой у меня фильтр Прикручен Заменяемыми картриджами Или железный металлический Стандартный фильтр Ну как по мне Мне что-то больше стандартное нравится Вот этот металлический Чем эти картриджи Там резиночки всякие менять Еще заломится Или еще что-то Может быть удобно Не спорю Не знаю Но точно экологичнее Чем такие Ну картриджи Экологичнее Так как нету Металлических Вот этих корпусов И так далее Ну и все Собственно Почти доехал Посмотрим Почем бензин у нас 48 рублей 92 47 48 92 евро 50 рублей 30 копеек 95 Обычно Ну вот заезжаю Колян ворота держит Владелец гаража Нашли фильтр Не снимая защиты Защита стоит Короче Вон он там Металлический Снизу Я думаю видно Да? Не знаю Посмотрим А там не дисплея Не ничего Глушитель горячий Ну да Все Давай вылезай Да все нормально Я думаю Я думаю будет видно Если я головой вижу Да вон он справа Под шрузом Видно Видно Все Все запчасти для ТО Купил Вот такой масляный фильтр Двигателя Как мы и посмотрели Где он умер Вот он 10.003 Окончание Еще фильтр Ну и салонный фильтр Салонный Взял фильтр Угольный А этот Ну оригинальный Фильтр двигателя Масло По традиции Конечно Мерседес Бенс Оригинальное 229.51 Маркировка Это Масло Для Дизельных Двигателей Вообще Если так Но Оно Совместимо Полностью С бензиновыми Двигателями Для бензиновых Двигателей Применяется Для мерседеса Масло С аббревиатурой 229.5 Это 51 Для дизелей Но Дизельное Масло Стоит Дороже И Оно Лучше Для двигателя Чем Бензиновое Слова Моториста С Мерседес Бенс Сервиса Так Ну Все В принципе Все Можно Выезжать Защиту Сняли Вот Получается Сливной Болт Вот Фильтр Фильтр Тут Сейчас Посмотрим Такой же Модификации Или нет Ну Какой-то Японский По иероглифам Видно Ну Другой По-моему Номер Там Много Аналогов И Много Оригинала Разного Тут Все Как Новое В принципе Даже Не загрязниться Не успел Ничего Стартер Очень Сливаем Масло Какое-то Черное Уже Да? Ну Темнило Нормально Хорошо Работает Да? Да Это Мотор Как-то Забудит Видно По этому Попробке Видишь Хороший Не Отложение Ничего Снова Масло Слушка Тут Нет Медного Кольца Никакого Как Шкоде Да Там Есть Что-то Я просто Не трогаю Она Прилипла И Хорошо Протрем Ну Да Потому Что Они Одноразовые Одноразовые На толку Я Не знаю Есть Смысл Менять Я Менял А потом Перестал Шкоде Менят Я На Киашке Всегда Не Меняю Уже Сколько Пробег 200 Сгак Я Те Горь Я Те Горь Просто Не Надо Через Дурить Тянуть Со всей Дурей Это Диана Как Колесо Ну Да Да Как И Фильтр Бываешь Затян Не Отвернешь Потом Пока Сливается Масло Фильтр Поменяет Двигатель Вот Его Номер Фильтр Фильтра В принципе Все Одинаковые Номера Вот Немного Разные Здесь Окончание Номера Другое Ну А так По Загрязнению В принципе Я бы не сказал Что сильно Так Но Менять Соответственно Надо его 100% При каждой Замене Так что Меняем Устанавливаются Вот видите Надпись Получается С другой Стороны Оба Произведены Типа того В Японии Made in Japan Made in Japan Здесь Обыкновенные Зашелки И все Больше ничего Нет Вот Поставил Защелки Все Фильтр Поменялся В 20 тысяч Меняли Его А Вот сколько Меняли Написано Написано Во сколько Менять В 20 тысяч Значит Меняли В 10 400 Неудобно Еще Это Маленькое Расстояние Другой Ну да Другой Номер Другой Смотри Здесь Вот YZ Что-то там Вообще Другой Но Их Целая Куча Типа Тойотовских Которые Заменители Вообще Я думаю Должен подойти Подделка Ну Главное Ну да А как узнать Никак А тоже Посадочное Место Одинаковое Одинаковое Да Ну и Сам Главное Смотри Какой чистый Где масло Наспит Вот это Питание Идет Вот А вот Ямлату Внутри Да Да Стекло Чистенькое Ну хорошо Какой-то песок Или Дальше Я вытру А это Вообще Она торчит Эта штука Да Это да Она для слива Чтобы на подрамник Масло не далось А да ладно Да Она как направление Знаю Какой-то На канистрах Может видел А железных У них пластиковый Такой носик Идет Поворачивающийся А ну То же самое здесь И что интересно Чуть не заметил И правда здесь течет Да Что его руками Да хорош Естественно Если он сильно не затянешь Не надо Зальем Защита сам последней Очень ставится Ну да Посмотрим Да и все Ничего такого не было Там Раньше Лили В Тойоту Я посмотрел 0.40 Да Потом Лили 5.40 Почему такая разница Двигатели одни и те же Не знаю Вообще Что я не понял Маркетинг Ну Это как в Шкоде Дилер Льет сначала Мобил Потом Льет Шелхиеликс Официальное масло Потом еще какое-то Ваговское Ну то есть Как и получается Что не поймешь Что лить И все льют Разные И все на разном Ездят Так всегда Вечный спор Это про это масло Там Да база У них всех одна Ну присадки Разные Да А что ты Кию не хочешь взять Кию? Да А какую? Ну сюда Не уверсал А этот А что там Катализаторы Фига Фига Да И пацан вырезал Тоже на таком же Сидеть И он Слезами Там все стояли И эти мужики Которые занимаются Вдали им Бля ему Тел в идеале В идеале Просто И 300 тысяч Пробег У них с гаком Там Евро 3 Они ходят Дольше Там сами Стеньки На катализаторе Более толстая Кристаллическая Тет решетка И она Более надежная Мне кажется Вот хонда Хорош в машине Как бы ничего плохого Проехать не скажу Они низкие То что по затерке Так все как бы Но блин То что низкая машина Не для нас Завожу Да Пускай поработает Но все погасло Ничего не горит Я знаю что все погасло Оно по звуку слышно А Ну вот все нормально Все четко Здесь становится Видно вот все Сухо Готов Посмотреть И все Новую машину Сейчас только эти Медную смазку Смажем Болочки Какие А Чтобы не доверили Всегда Да Нормально было И все Все Отлично Так Салонный фильтр Что тут Вот у нас Вот эту штангу Отсоединяем С этой стороны Просто нажимаем на бардачок Внутрь На корпус бардачка И в принципе он У нас Слетает С креплений И меняем фильтр Вот здесь просто утапливаем Вот оно крепление Вот он держится Мы нажимаем внутрь Корпус И все И он вылазит И соответственно С этой стороны тоже Нажимаем Просто двумя руками Надо Так И так Все Бардачок наш В руках Вот оно пространство Где установлен фильтр Здесь тоже все легко Чек И вытащили Стрелочка вверх Вот фильтр Не сказать Чтобы такое Грязное Сейчас посмотрим Мой фильтр Фирмы Фильтрон Вот он мой фильтр К210А Этот вытаскиваем Стрелочкой вверх На моем тоже Стрелочкой вверх Вот оно Вот такой вот Тоже угольный фильтр Вставляем Посмотрим Посадочное место Как оно там Все нормально Встал без проблем Еще момент Фильтр я поставил Неправильно Я поставил стрелочкой вверх Стрелкой вверх Ставится фильтра Где надпись Рядом со стрелкой Ап А где Надпись как у меня Рядом со стрелочкой Эйрфлау Флау Стрелочка вниз Ставится Вот и ставим Стрелочкой вниз Так как у нас написано Эйрфлау Ставить бардачок легче Чем снимать В пазы снизу попал Здесь оно само зашелкивается И Просто надеваем Доводчик Все Все отлично Закрыли ТО машины Произведено Что у нас получается По объему масла в двигателе Это 4 литра 4 Может быть С копейками В лазе Это Масло в двигатель Ну все фильтры Заменил Сами все видели В принципе ничего Такого сложного нету Все элементарно И просто И удобно Все готово Теперь Следующий ТО Уже Через 10 тысяч Ну 10-12 Я не знаю Сейчас получилось у меня ТО через 12 тысяч Пробег напомню У машины В основном трассы Вот 22 тысячи Меняли там 10 тысяч На 12 тысяч Пробег Пробег У машины В основном трасса В городе Она эксплуатируется Но Эксплуатируется Практически Без пробок Вот такие вот Цветофоры Которые Вот мы остановились И сразу едем В Москве езжу Но в Москве Езжу тоже Либо рано утром Либо поздно вечером Редкий случай Когда в день Короче В принципе Простое мало машина Вот только прогрева Зимой Это да Это есть Ну все Спасибо всем за просмотр Обслуживайте Свои машины Вовремя И эксплуатируйте Аккуратно Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok